Но это надо быть максимально каким-то ущербным, тупым, извините меня, человеком, чтобы купиться на вот эти слова и пойти к психологу понимать, почему он притягивает такие проблемы. Потому что вот есть человек, у которого, допустим, проблема его, у него долги, например, или, я не знаю, ему светит уголовный срок, или, как в нашем случае, например, было, тебя могут депортировать в Россию. Вот чем тебе может помочь разговор психолога? Я не вижу. Саламу алейкум, ждем победы, Тумсо. А ты когда-нибудь ходил к психологам? И согласен ли ты с тем, что каждый человек сам притягивает в свою жизнь все, что имеет из-за страха, усыновки и так далее? С психологом я разговаривал один раз в своей жизни, это было в польском закрытом лагере, там это было как бы по плану. И вот у меня была одна встреча с психологом, мы просто поговорили через переводчика. Я, честно говоря, вообще не понимаю смысла того, что тогда произошло. Насколько я приблизительно думаю, психолог, на мой взгляд, это такой человек, который, поговорив с тобой, определяет, есть ли у тебя какие-нибудь психические проблемы, чтобы, если он почувствует, что они у тебя есть, направить тебя к психиатру уже для лечения твоих проблем, твоей головы. На мой взгляд, это такой просто человек, такой промежуток бывает между тобой и психиатром, такой промежуточный этап, ступенька такая. А так, в целом, я абсолютно не понял этого смысла, поговорить с психологом, и что это тебе дает. Многие люди, имея какие-то проблемы, идут разговаривать с психологом, мне кажется, это такой самообман, потому что психолог тебе, он не может тебе ничем помочь, он просто с тобой поговорит. И что, твои проблемы, они останутся с тобой, они не решатся, ты просто поговорил о них, ты мог поговорить также с соседом, с своим отцом, с матерью, с женой, с братом, это как бы не решает проблемы. Поэтому, ну не знаю, на мой взгляд, это скорее самообман. А, и согласен ли я с тем, что каждый человек сам притягивает в свою жизнь все, что имеет из-за страха в установке и так далее? Нет, я не согласен с этим, что он сам притягивает. Я думаю, что человек, в зависимости от того, какой путь он выбирает, соответственно, с этим путем он сталкивается, либо с какими-то проблемами, либо с успехами, в зависимости от того, как бы, что он выбрал. То есть, отчасти можно это твоими словами, как бы, сказать, но это не какая-то конспирология, что человек, типа, сам взял и что-то притянул, потому что он там побоялся. Нет, это просто, как бы, логическое объяснение. То есть, ты занимаешься чем-то, соответственно, все риски, связанные с твоей деятельностью и все успехи, как бы, ты их получаешь. Звездочка СА, это, наверное, салам алейкум. Ты ошибаешься насчет психологов. Психолог-профессионал, он помогает не разговором, а методикой, с помощью которой вы вместе избавляетесь от страхов и негативных убеждений. Он помогает разобраться в себе. Я все-таки, я останусь при своем мнении, потому что вот есть человек, у которого, допустим, проблема его, у него долги, например, там, или, я не знаю, ему светит уголовный срок. Или, как в нашем случае, например, было, тебя могут депортировать в Россию. Вот чем тебе может помочь разговор психолога? Я не вижу ничего того, чем бы он мне мог помочь. Или, допустим, есть такое понятие, как посттравматический синдром. Вот, когда тебе ставили этот диагноз, это как бы, ну, тебя выпускали из закрытого лагеря, все у нас мечтали получить этот диагноз. Вот, допустим, у тебя постпсихоматический синдром, да, посттравматический синдром. Тебя пытали, и у тебя после этого, в любом случае, у тебя в голове бывают какие-то воспоминания об этом, там, ты видишь какие-то сны. Вот, ты разговариваешь с этим психологом, и как он может тебя избавить от подобных проблем, от этих воспоминаний, от снов, которые ты будешь видеть? Ну, никак, это тебя может, если тебе нужно лечение, тебя будет лечить психиатр. Я, кстати говоря, здесь, а, нет, я же здесь и в Швеции тоже встречался с психологом, точно, я забыл, я здесь тоже встречался с психологом. И вот здесь, кстати говоря, психолог мне честно сказал, что он является человеком, который просто определяет, нужна ли тебе психиатрическая помощь. Если тебе нужна психиатрическая помощь, он тебя направит в специалист. Этот человек в разговоре с тобой, он просто определяет, как бы, есть ли у тебя какие-то отклонения. Вот это вся его, как бы, деятельность, вся его задача. Психолог помогает понять, почему человек привлекает такие проблемы. Ведь обычно нам выгодна ситуация, в которой он находится. Осознав причины, ты уже не будешь протягивать подобное, почитай об этом. Ну, вот это вот чистой воды шарлатанства. Вот сейчас то, что ты написала, это вот чистой воды шарлатанства. Это просто обман человека, чтобы вытащить с него финансы, не более того. Что значит, помогает понять, почему человек привлекает такие проблемы? Это что такое? Это для кого? Ну, это надо быть максимально каким-то ущербным, тупым, извините меня, человеком, чтобы купиться на вот эти слова и пойти к психологу, понимать, почему он притягивает такие проблемы. Ну, это чисто ты, как бы, даешь ему на тебе заработать. Чисто и выдаешь шарлатанство. Нет, конечно, на самом деле психолог, как я говорю, это действительно, как бы, это профессия, но профессия, которая помогает просто определить, вот, ему нужна психиатрическая помощь или не нужна. Это некая такая ступень, не более того. Помочь он тебе ничем не может. Разговорами человеку помочь никто не может. Тебе могут помочь советом. Тебе могут помочь конкретной реальной помощью. Когда у тебя долги, тебе могут помочь расплатиться с ними. Но тебе не может человек помочь, рассказав, что твой долг, это на самом деле не проблема, а задача, с которой ты должен справиться. Да пошел ты, знаешь, с этими разговорами. Ты мне дай, как бы, помоги деньгами, и я расплачусь. А так твои нравоучения никому не упали. Поэтому здесь, давай на этом, как бы, остановимся. Я очень не люблю, когда мне подобную чушь мне втирают. Это меня вызывает такое ощущение, что меня за идиота принимают, с которого можно поиметь денег. Простой пример, как человек сам притягивает проблему. Впадает в долги, но из-за этого его начинают жалеть родственники, жена. Так что, с одной стороны, ему это выгодно. С помощью психологии он понимает эту связь. Что вы такое говорите? Это что? Здесь у меня профсоюз психологов собрался. Это что тут происходит? Расул, ты ошибаешься, но с такой уверенностью говоришь о психологии, будто спец в этом. Надеюсь, ты когда-нибудь поймешь, что ты не во всем профессионал, и начнешь слышать других всего хорошего упрямить с Тумсо. Наверное, в этом и есть суть выражения мнения. Это в том, что никто ни с кем не должен соглашаться, если он не видит за ним истину, правоту. И я не вижу в том, что вы говорите правду. Вы просто хотите в это верить. Может быть, вы сами являетесь психологами, живете за счет того, что рассказываете другим людям, что вы помогаете им решать проблемы. Я не знаю. Я просто часто сталкивался с такой темой, как, например, когда я сделал ролик о том, что в Польше мясо, принесенное в жертву поляками, является для нас халялом, мы можем его есть. Я тогда столкнулся с какой-то бурей негодования, людей, опровержения. И потом, когда присмотрелся, оказалось, что это были в основном люди, занимающиеся продажей мяса, халяльного мяса в Польше. То есть это я, по сути, посигнул на бизнес, и они прям активизировались, потому что это грозило им убытками. Здесь, может быть, тоже такая тема. Многим психологам, может, не понравится, что я такое говорю и лишаю, возможно, их заработка. Но я, к счастью, имею право на свое мнение и имею возможность это мнение высказывать. Поэтому я настаиваю на том, что психолог помочь человеку, у которого реально есть проблемы, психолог своими разговорами не может. 100%. Потому что проблемы решаются не разговорами, проблемы решаются действиями. Если у него есть долги, он должен с ними расплатиться. Если у него есть проблемы с законом, он должен решить проблемы с законом. Если ему угрожает депорт, то он должен сделать так, чтобы его не депортировали. А разговор с психологом никакую из этих проблем не решит. Вот это 100%. Насчет пользы психологии тебе уже писали, что там не разговоры, а методики. Но ты опять как барашек. Что касается методики, ну здесь видишь, с тобой можно не согласиться. Прими это просто. Я же не навязываю тебе свое мнение. Я говорю, что нет никаких методик, которые помогли бы разговорами выплатить долг. Не существует такой методики в этом мире. Этой методикой ты лишь заплатишь психологу, который снимет с тебя деньги за этот сеанс. Ему ты просто заплатишь. Но свой долг ты не погасишь. Сколько бы часов вы не провели в разговорах с психологом, долг выплатить это не поможет. Прям железно даю 100%. Если не верите, можете попробовать. Возьмите у кого-нибудь в долг и потом просто, разговаривая психологом, попробуйте его выплатить. Я не психолог, но есть и возрастная психология, которая, например, помогает в работе с детьми решать проблемы девиантного толка. Когда даже родители бессильны, что уж говорить про клиническую психологию, наверное, ты хотел написать. По поводу детей... Не знаю, здесь я не буду. Я не знаю насчет детей. Здесь речь идет о воспитании, как я понимаю. Просто воспитание детей. Может быть, есть какая-то методика. Может быть, в этом вопросе психологи могут помочь. Но это уже немножко другая тема. Я привел пример о работе психолога в отношении людей, допустим, находится он в закрытом лагере. И там психолог с ним разговаривает. Я знаю стопроцентно, что он говорит только лишь с одной целью. Выявить в тебе психиатрические отклонения. Может быть, еще вторая у него есть задача. Это вытащить из тебя информацию. Возможно, он работает в увязке с властями. Может и это. Но уж точно он тебе не поможет решить проблему с депортом. Вот стопроцентно мы это понимаем с вами. Приветствую, Тумсо. Не сдавайся, держись, респект. Приветствую, Иван Кузнецов. Благодарю тебя. Сдаваться не планирую. Они хотят провести с тобой психоанализ. Они, я не знаю, они, видимо, хотят, чтобы я прорекламировал их деятельность. Но я настаиваю на том, что нет. Психолог, еще раз я повторяю, человек, который просто может определить, нуждаешься ли ты в психологической помощи. Психиатрической, прошу прощения. Нужен тебе психиатр или нет? Или психотерапевт, может быть? Медицинское вмешательство тебе нужно или не нужно? А если там просто рассуждать, и он тебе там поможет понять какую-то проблему, да я, я сам могу кому угодно помочь понять его проблему. Вообще, я, получается, тоже психолог тогда. От Ассоциации психологов Европы. Баракаллаху фейкум. От Ассоциации психологов России и СНГ. Береги себя, по имену Алиев. Баракаллаху фейкум, братья. Салам алейкум, тумсо. Психологи с тобой, держись. Алейкум ассалам.